МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши. Информационная программа Республика в студии Ольги Бырочкиной в этом выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Такую масштабную тему глава Чуваши обсудил с представителями общественной палаты. Про то, как кризис и санкции ударили по кошелькам россиян и государственной казни, сказано уже много. А на встрече главы с представителями общественных организаций эту тему обсуждали в ином ключе. Ведь, как известно, у слова кризис в японском языке есть и второе значение – возможности. Это определенные трудности, прежде всего, в макроэкономике промышленном производстве. Но для малого бизнеса, для среднего бизнеса, для сельского хозяйства, для ключевых перерабатывающих предприятий создались дополнительные возможности занятия и ниши на потребительском рынке. С этим согласны и участники встречи. Мне бы хотелось порадоваться за нашу страну, прежде всего потому, что, наверное, теперь мы обратим внимание на то, что не что легче сделать, а что нужно сделать, чтобы окончательно не превратиться в страну, которая будет поставлять только сырье. И мы с вами забыли о том, что страна даже в завершении советского периода была одна из лучших стран по поставке оборудования. Еще одна тема для обсуждения – Россия как федерация, управление регионом. У Михаила Игнатьева поинтересовались, каково это быть ответственным за целую республику. Когда ты видишь, какая нагрузка выпадает на два улиц, я просто знаю график, да, Михаил Игнатьевич, вижу, как он живет, вижу, как он работает. Я иногда у нас спрашиваю, как вы вообще выдерживаете? Я человек, конечно, 20 лет в бизнесе, да, такую интенсивность выдерживает с трудом. Глава Чуваши отметил, прошло 4,5 года, как он возглавил регион. За это время случалось разное засуха и пожары, ледяной дождь и другие чрезвычайные ситуации. Работа трудная, но очень интересная. Ольга Бырычкина, Алена Алтухова, Сергей Рябчиков, Республика. Если вы попросите любого взрослого человека рассказать вам что-нибудь о его студенческих годах, первое, что он вспомнит – студенческая весна. Пара студвесен уже началась в Чигу имени Ульяновой. Наша съемочная группа просто не могла пропустить такое событие. Интрига студвесны командой технического института появилась задолго до самого выступления. Что скрывается за занавесом техам, пыталась угадать все интернет-сообщество. Каких только вариантов не было. Но сегодня ткань падет, и мы наконец выясним, что приготовили техи на этот раз. Во времена, когда еще не было Дома-2 и Камеди-клаб, интернета и мобильных телефонов, а творчество студентов только набирало обороты, появились они – техи. Объединенная команда технического института Чигу. Это, пожалуй, самая популярная институтская команда студвесны. Каждый год собирает полный зал. Но билеты раскупаются просто как горячие пирожки. Каждый факультет уникален сам по себе, имеет свои определенные традиции и свои направления в творческом плане. И этим они отличаются. Поэтому уникальность каждого факультета вызывает интерес, наверное, к студвесне. Лот номер один. Именно так называется программа сборной четырех факультетов технического направления. Студвесна рассказала историю трех друзей по долгу службы, попавших в чужую страну. А все для того, чтобы вернуть русскую душу. Очень ценную для нашей Родины картину. Основной сюжет сопровождала череда ярких и динамичных постановок. Каждый сидящий в зале погрузился в мир приключений. И выступление команды техов прошло на одном дыхании. Просто шикарно. Я первый раз выступаю. Мне очень понравилось. Безумно просто. Тут такая веселая атмосфера. Хочется еще. Единственное скажу. Приходите все на технический факультет. Ура! Как обычно, ни одна студвесна не проходит без боди-арта. И сегодня техи просто превзошли себя. Что за образ? Это образ наука, химия. Это образ ДНК. Сколько времени понадобилось, чтобы изготовить этот костюм? Этот костюм изготавливался полтора месяца до выступления. Дизайнеры и техгруппа, и все помогали усердно, работали, трудились. Мы являлись архитектурой. То есть мы на себе держали определенное здание. Таджимахау. Я представляю науку информатику. У меня море эмоций. Просто море ощущений. Я просто очень рада, счастлива, что все хорошо прошло, все замечательно. Я говорю, мам, у меня просто буражки по коже бегают. Техи самые крутые и самые лучшие. Что же скрывается под тканью техов? На самый волнующий вопрос студвесны нам ответили сами авторы. У техов за занавесом, если честно, это то, что они сплоченная команда все-таки. Это очень секретная информация. Ну теперь уже конец. Я думаю, все должны узнать. Очень сильная, кропотливая и тяжелая работа. За занавесом техов скрывается лот номер один. Дружба, единство, любовь, человечность. Техи уже второй факультет, презентующий зрителям свою студвесну. 23 марта эстафету подхватит сборная «Квартет-Ф». А ровно через месяц нас ждет гала-концерт фестиваля «Студенческая весна-2015». Юлия Важенин, Андрей Шоклев, Республика. Что ж, творческие фестивали в формате «Студенческой весны» – прекрасная возможность для студентов проявить свое артистическое «я». В этом году студенты техникумов и колледжей Республики открыли свою территорию молодых. На творческой площадке ежегодно собирается более 1800 участников. Будущие повара, кондитеры, машиностроители, автомеханики и представители многих других рабочих профессий на время перевоплощаются в артистов, где еще можно попробовать себя в роли танцора, певца, театрального актера. Жанровое разнообразие только приветствуется. В этом году конкурс посещен 70-летию победы в Великой Отечественной войне. Тут учеба учебой, а творчеству место быть всегда должно. И для них это является самым тем драйвом, который они испытывают в момент проведения конкурса. Они испытывают очень много волнения на сцене, потому что мы как члены жюри сидим, когда оцениваем номера, мы видим их волнение, как они прочувствуют все свои песни, когда они танцуют языком жестов. Для нас это, конечно, очень все тоже приятно и посмотреть, и увидеть, и оценить. Главное здесь не победа, говорят участники конкурса. То, что они выступают в финале, уже достижение. Подготовка заняла немало дней и ночей. Но ребята не считают это время потерянным. Студенты Батаревского агропромышленного техникума попали на территорию молодых впервые. Им интересна культура народов Кавказа. Так что танец лезьгинка они учили с удовольствием. Так интереснее жизнь идет, но не каждый раз учишься. Надо участвовать, придумать новые, все такое уж. Дает понять себя, какой ты на самом деле можешь быть интересным. Не только в учебе, но и в искусстве. Всем друзьям нравится, поддерживают, говорят. Не останавливайтесь, нас тоже приглашайте. Анастасия Лангин, Николай Яковлев, Республика. В интернете можно найти любую необходимую информацию. И, к сожалению, даже ту, о которой лучше бы не знать. Особенно от потока нежелательных сообщений и видеоматериалов страдают дети. О безопасном интернет-пространстве говорили за круглым столом в национальной библиотеке. Представители полиции, прокуратуры, сотрудники Госкомнадзора обсуждали, как противостоять попаданию в мировую сеть контента, содержащего ненормативную лексику, экстремистскую пропаганду, порно-видео, адреса продажи наркотиков и другие запрещенные для просмотра материалы. Все это преследуется законом, однако выявить интернет преступников достаточно сложно. Поэтому первый заслон должны поставить родители. Согласно федеральному 436 закону идет маркировка, даже художественных фильмов на телевидении мы видим, печатных изданий, но и в интернете должна быть такая маркировка, что можно смотреть, с какого возраста можно смотреть. Ну и родители постоянно должны знать, на каких сайтах сидит, на каких страницах сидит его ребенок, чем занят ребенок. Не надо успокаиваться просто тем, что ребенок никому не мешает. Стоит напомнить, что соцсети – это не место для новых знакомств и последующих встреч. Так можно избежать преступления на половой почве. Своё слово сказали и представители правоохранительных органов. С их помощью только в прошлом году было выявлено более 20 уголовных дел, связанных с интернет-безопасностью. Но, к сожалению, работать на опережение с каждым днем всё сложнее. Преступники находят новые ходы в интернете. Поэтому так важно сегодня повсеместное знание современных антитехнологий и программ защиты. Екатерина Абрамова, Елизавета Зайцева, Расиль Мухаммедов, Республика. Все дети любят мультики. Только одни их смотрят, а другие еще и снимают. Настоящая анимационная студия работает в одном из детских садов Чебоксар. С юными мультипликаторами познакомилась наша съемочная группа. Студия детской мультипликации «Волшебный мир» работает в садике «Калейдоскоп» с начала этого года. Воспитанники знакомятся с историей зарождения мультфильма и узнают, как они снимаются. За это время ребята уже успели сделать один мультфильм. Сейчас записывают новый. Сейчас на первом этапе ребятки учатся обыгрывать сюжеты, проигрывают эти сюжеты, снимают определенные кадры и монтируют сами мультик. Различные мультики в дальнейшем, конечно, будут по времени только расти. Но на данном этапе у нас короткометражные маленькие мультики. Планов по инновационным проектам в детском саду много. Совсем скоро в «Калейдоскопе» хотят запустить фотолабораторию. Что, несомненно, понравится не только юным воспитанникам, но и их родителям. Татьяна Леонтьева, Николай Яковлев, Республика. Сегодняшний день изнаменован ярким астрономическим событием. 20 марта в день весеннего равноденствия происходит полное солнечное затмение. Частичное затмение видно и в Чебоксарах. Не подвела нас и погода. Чистое небо позволяет наблюдать за этим редким явлением. Началось затмение в 12 часов 11 минут по московскому времени. Завершится в 14.25. Самая большая фаза наблюдалась в 13.20. Вот так выглядело солнце в Чебоксарах в эти минуты. Рассмотреть затмение можно через темные стекла, рентгеновские снимки, фотопленки и специальные фильтры. Также сегодня отмечается Международный день счастья. Будьте счастливы и оставайтесь с нами. Полная информационная картина дня вечерней выпуски программы «Республика» в 20.00. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин